Акции по высадке деревьев в Балакове с каждым годом становятся всё масштабнее. Увеличивается количество участников, а, соответственно, становится больше и площади лесного массива, где зеленеют маленькие саженцы. Сегодня, например, озеленение проводилось на 10 гектарах лугов, которые расположены между лесными массивами в районе Дока. Левый берег Волги – это больше степная зона лесостепи, поэтому ясень лучше приживается. У нас получается 4 тысячи на гектар больше 40 тысяч штук сеянцев ясеня. Участок, который необходимо засадить деревьями, предварительно подготовили. Длинные борозды сделали сотрудники лесхоза. Они же привезли сеянцы – однолетние саженцы ясеня. А затем на место прибыл экологический десант теплоэнергетики, причём не только из Балакова, но и из Саратова. Кинули клич, отозвались, поехали. Около 60 человек из Саратова приехали сегодня. В прошлом году мы сажали деревья в Энгельсе, сажали в Юбилейном около детского сада, прям аллею. Но одно дело – высадить саженцы в парке, и другое – проводить работы в лесу. Здесь нужен особый инструмент. Поэтому работники лесхоза провели для теплоэнергетиков инструктаж и объяснили, как пользоваться мечом Колесова. Можно вот так, кому как интересно. Самое главное – сделать отверстие. На каждой борозде по три человека. Так удобнее и быстрее работать. Один делает углубление мечом Колесова, второй кладёт сейнице в лунку, третий засыпает грунтом. Расстояние между деревцами – один метр, чтобы они не мешали друг другу расти. Экологическая составляющая является важным аспектом работы саратовского филиала «Т-Плюс». Компания выпускает мальков, рыб в реки, активно участвует в городских субботниках. И в том числе реализует вот такие акции, которые нацелены на развитие зеленого фонда и восполнение биоресурсов в Саратской области. Как говорят в лесхозе, приживаемость сеянцев около 60%, но многое зависит от почвы, дождей и качества посадочного материала. Ну и, конечно, от усердия тех, кто сажает деревца. Теплоэнергетики подрудились на славу. И уже через несколько лет здесь появится настоящий лес.